На самом деле газ не возвращается в начальную точку. На данном слайде представлена удельная полезная работа. То есть, это работа, совершаемая над одним килограммом рабочего тела. Единица измерения. Значит, удельная работа расширения газов в газовой турбине вычисляется по следующей формуле. Это значит С, это удельная теплоемкость газов при постоянном давлении. Это температура газов на входе, это температура газов на выходе газовой турбины. Соответственно, это удельная работа сжатия воздуха в компрессоре. Значит, здесь ЦПВ это удельная изобарная теплоемкость воздуха. Обычно еще применяют среднее значение. Почему? Потому что теплоемкость, как известно, зависит от температуры, да, и температура в цикле сжатия или расширения тоже, соответственно, изменяется. ТБ это температура на выходе из компрессора, ТА температура на входе в компрессор. Значит, здесь представлены формулы определения температур на выходе из газовой турбины и на выходе из компрессора. Значит, температура на выходе из газовой турбины зависит от степени расширения газов, которая определяется как давление на входе, давление на выходе. То есть, отношением давления на входе, давления на выходе. И отношением адиабатных коэффициентов, то есть, вместо М мы пишем М равно К минус 1 деленное на К. Ну, здесь еще минус степени. Здесь это Т, это КПД газовой турбины. Соответственно, температура на выходе из компрессора определяется как начальная температура, единица плюс епсионный коэффициент сжатия. То есть, это P2 деленное на P1. То есть, давление на выходе компрессора деленное на давление на входе в компрессор. Тот же самый адиабатный коэффициент, но для воздуха. Но чаще всего мы берем, что и для газов, и для воздуха, для упрощения расчетов мы берем коэффициент равный 1,4 минус единица деленное на КПД компрессора. Соответственно, если вставить температуру в ту формулу в начальную, то мы получим следующую формулу. Это температура газов на входе, отношение давлений в степени и КПД газовой турбины. Соответственно, это формула. А здесь формула, если мы можем вывести эту формулу, если вставим вот в эту формулу температуру, формулу для определения температуры ТБ. Тогда у нас получится ТА в степени Е, Е в степени Э в степени М, воздуха минус единица и так далее. Значит, КПД газовой турбины определяется как разница между полезной работой газовой турбины, работой на сжатие и деленной на подведенную теплоту. Подведенная теплота – это тепло, которое мы затратили на то, чтобы подогреть газы в камере сгорания. Значит, обычно это определяется расходом на теплоту сгорания топлива. Данная формула позволяет рассчитывать реальные КПД газово-турбинных установок. Что здесь нового? Значит, здесь средняя теплоемкость. Что это значит? Это то, что я говорил в начале, что теплоемкость зависит от температуры. ТАУ – это отношение температуры на входе в компрессор и самой высокой температуры. ТАУ – это температура газов перед газовой турбиной. Соответственно, средняя теплоемкость воздуха, степень расширения газов, ЭПСИОН – степень сжатия газов, ТАУ – это отношение температуры. На данном слайде представлена зависимость КПД газовой турбины от степени сжатия, а также от отношения температур. Как вы видите из рисунка, максимальный прирост КПД мы имеем в диапазоне 4-8. Затем графики становятся более пологими. важным параметром определения КПД ГТУ является не только степень сжатия, как видно из рисунка, но и отношение температур. К примеру, если мы говорим об отношении температур 3, то мы проходим максимальный КПД в районе степени сжатия в районе 6-8. Поэтому на данный момент все работы по повышению эффективности газотурбинных установок ведутся в области повышения температур перед газовой турбиной. Но, к сожалению, мы всегда ограничены чем? Жаростойкостью материалов. Это коэффициент полезной работы, это просто отношение полезной работы турбины, то есть разница полезной работы на работу сжатия и деленная на полезную работу турбины. Значит, удельный расход газа на произведенную полезную мощность определяется как расход газа на полезную мощность турбины. Соответственно, если мы будем определять N через эту формулу, то у нас получится G на D. А если мы вставим, если мы возьмем значение обратное D маленькое, то у нас получится полезная работа. Значит, на данном рисунке представлены различные схемы газотурбинных установок. Значит, это вот традиционная классическая схема компрессор камеры сгорания газовой турбины. Здесь компрессор газовой турбины, камера сгорания и регенератор воздуха. То есть, часть воздуха перед подачей в камеру сгорания мы подогреваем. Это что-то вроде регенеративного подогревателя для паротурбинных установок. Существуют также сложные схемы газотурбинных циклов. То есть, компрессор низкого давления, промежуточный охладитель, компрессор среднего давления, промежуточный охладитель, компрессор высокого давления, подогреватель Оливатель регенеративный, камера сгорания, газотурбина высокого, среднего и низкого давления и электрогенератор. Но такие схемы не используются часто. Почему? Потому что они сложны в эксплуатации, сложны при ремонтах. То есть, они достаточно ненадежны. Вот на данном слайде представлены схемы. То есть, вид газотурбинных установок, если вы посмотрите, да, вот это генератор. Вот это уходящие газы, вот видите, забор воздуха, простите. Уходящие газы отсюда выходят. Значит, здесь у нас стоит компрессор, который имеет около 20 ступеней. Затем вот здесь, вот вокруг, радиально вокруг последних ступеней компрессоров находится камера сгорания. А затем после камеры сгорания у нас находится газовая турбина. Причем газовая турбина имеет, в отличие от паровой турбины, имеет меньше ступеней. Ну, на данном рисунке вот представлена еще газотурбинная установка со встроенной камеры сгорания. То есть, у нас здесь идет забор воздуха. Затем процесс сжатия в компрессоре. Затем процесс сжигания топлива, вот в камере сгорания, вот видите. А затем наши высокотемпературные газы поступают на ступени вот газовой турбины и покидают окружающую среду. Это человек. Все, на этом лекция кончилась. Спасибо за ваше внимание.